Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова Катя, и у меня снова хорошее настроение, потому что я долго не снимала статичное видео. Я получила под предыдущим статичным видео, да, все правильно, от вас огромное количество комплиментов о том, что Катя, блин, наконец-то, старое статичное видео с твоим классным настроением. Я поняла, что на данный момент у меня есть ресурс записывать именно такие видео, и вот если в одно время на влогах, я на влоге очень сильно подсела, и на них был ресурс, что сейчас на влогах я как-то слегка подсдулась, я это понимаю, поэтому сегодня будет статичное видео о покупках откуда из Икеи. Всегда такие видео всем интересны, посмотрите, я очень часто смотрю такие видео, потому что бывает, что ты ходишь по Икеи, думаешь, так, здесь что продается? Скандинавская мебель, мне ничего не нужно, ни скандинавская мебель, ни пушистые белые ковры, и дальше ты видишь что-то у человека, который что-то купил в Икеи, и думаешь, ааа, там это было? Поэтому я снимаю для вас такое видео сегодняшнее. В основном были покупки для ребенка, но вы понимаете, да, что теперь Икеи в основном, конечно, это вот, ты заходишь туда и моментально идешь в детский отдел, прям напрямую, прям видишь, детский отдел, и такой, ну вот, это теперь для меня. Первое, что купила мелкой, это мула, в общем, это даже не конструктор, это такая штука, по которой возить кубики, шарики, какие-то там фигурки. Надеюсь, что ей зайдет, поэтому сегодня снимаю видео, чтобы наконец-то это все распаковать и ей отдать, хотя прошло уже, по-моему, недели три. Ну, слава богу, она не знала, что мы ей это купили, поэтому я не думаю, что она сильно расстроилась. Вот, поэтому Икеи, кстати, очень классные детские игрушки, они максимально безопасные, я думаю, что многие из вас это знают, Икеи вообще очень, в принципе, заморочены на безопасности на детях, и вот они все такие вот child-адепты, вот, поэтому, если вы ищете бюджетные достаточно игрушки для ребенка, которые при этом деревянные, да, потому что я знаю, что очень многие родители парятся, типа пластик, не пластик, я плохой родитель, я на эту тему не парюсь, я такая, ааа, нормально, ты еще рублей кубик давай сюда, вот, но, конечно, периодически мне хочется, чтобы ребенок как-то коммуницировал именно с натуральными материалами, потому что натуральные материалы, они на ощупь разные, вот, поэтому некоторые игрушки, на мой взгляд, все равно, так или иначе, должны быть деревянными, поэтому, чтобы еще заодно развивались там какие-то, делались новые нейронные связи, вот, пока ты все вот это, вот, точнее, ребенок всем вот этим занимается, советую настоятельно, игрушка, по-моему, что-то стоит тысяч рублей, что ли, я не помню, ну, короче, никаких таких страшных денег, самое главное, что вы должны запомнить, что есть ВК, это охрененные печенья, вот вам может кто угодно говорить о чем угодно, о том, что там классная посуда, еще что-то, нет, забудьте, на кассе берете печенье, все, вы заходите в Икей, берете печенье, выходите из Икей, вам больше ничего не нужно, вы потратите минимум денег только на печенье, поверьте мне. В общем, обожаю их печенье, которое с шоколадной начинкой только буду пробовать, но которое вот это вот с малиновой, по-моему, начинкой, оно просто невероятно вкусное, я прям вот реально вам настоятельно рекомендую, запаситесь к чаю, бросьте в какую-нибудь такую большую миску, наверняка, когда к вам придут в гости, они будут все время спрашивать, ой, что это у вас за печенье, вы будете говорить, а, это вот такое вот, очень, знаете, вот иностранное печенье, нам его привезли там 3 года назад в коробке, вообще в дефиците, поэтому вот ешьте, пока дают, а сами так в Икее за 50 рублей будете их покупать, ну ладно, 120, оно, по-моему, там стоит. Так, что дальше? Естественно, накладки на углы, и ребенок просто наконец-то дорос до стола, и, соответственно, это моментально вот эти вот синяки, везде фингалы, и поэтому накладки на углы, и накладки, самое главное, на эти, на ящики, вот эти безопасные замки, чтобы она нигде не лазила, потому что она мне лазила, естественно, все маски из моего ящика с масками, ну, что поделаешь, ложки, а здесь будет хоть что-нибудь не детское, мне уже интересно, формочки, походу, дело, это видео будет называться детские покупки, выкину, это неправда, потому что у меня есть еще один мешок, который я вам сегодня тоже покажу, формочки, мелкой тоже взяла формочки, потому что их можно складывать как пирамидку, еще с ними можно просто играть и в песочнице, ну, ладно, в песочнице не со всеми получится поиграть, ну, в общем, что-то тут они там недорого, поэтому пускай играет. Самое главное, что вы можете себе взять на заметку, если вы живете в частном доме, или у вас просто есть дача, куда вы приезжаете, к примеру, там, в плохое время года, да, то есть, когда там есть наледь, это у Икеи есть безопасность, ну, лента безопасности на ступеньке, то есть, если у вас кафельные, ну, кафельные ступеньки, да, там, естественно, либо каменные ступеньки, на которых вы постоянно скользите, то вот эти вот штуки просто великолепно, длинный рулон, вы отмериваете ровно столько, сколько вам нужно, потому что у всех ступеньки, в принципе, разной ширины, и когда вы попадаете вот на эту вот маленькую наждачечку, то, соответственно, у вас нога не скользит. Супер вещь! Что я здесь снова? Замки на выдвигающиеся ящики, даже не хочу это комментировать, надеюсь, что я себе поставлю такой замок просто на ящик как раз-таки с этими печеньями, и вначале мой мозг не додумается, как его открыть. Самое главное, что я, кстати, давно хотела Машей, что, внимание, вам понадобится, если вы мама, которая, точнее, если вы готовитесь стать мамой. Это безопасные бортики. Мы Маше, наконец-то, купили, кстати, кроватку тоже в Икеа, сейчас обязательно сделаю вставку. Она чумовая, она у них самая зараза дорогая, у нас тут, по-моему, 15 или 16 тысяч, не помню, без матраса, но она с ящиками, мы еще докупили к ней ручки симпатичные в Заре Хоум, и, ну, она нам понравилась больше всего. Причем не только мне, ладно, хорошо, я там, знаете, там ходила и думаю, блин, ну, вот, конечно, вот та, которая дорогая, она самая красивая. Ну, это вот классика, мне кажется, у всех так происходит. Но Дима даже, когда ходил, он вообще не смотрел на цену, не знал стоимость кроватка в Икеа, и он тыкнул именно на нее, он говорит, мне нравится только эта. И мы, в принципе, ее и взяли, нам она очень понравилась, сейчас мы будем продавать свою хэппи-бэйпи. Я много раз в своих инста-историях рассказывала о том, что мне хэппи-бэйпи нормально, но я хочу их поменять, потому что мне не нравится не стандарт размера спального места, да, то есть ты постоянно закупаешь какое-то, ну, ищешь, в общем, постельное белье нестандартных размеров, ну, блин, честно, бесит, вот, когда ты отдаешь за кроватку такие деньги, честно, раздражает. Еще для того, что сейчас эта кроватка вообще стоит 20 тысяч, честно, я бы за нее 20 тысяч не отдала бы. Ну, вроде как она 20 тысяч стоит вместе с уже расширением для спального места, ну, не знаю, я как-то не кайфанула от их расширения, но в том плане, что мне не нравится их кроватка уже, когда она в расширении. Получается, что и киевская кроватка 120 сантиметров в длину, соответственно, Маше хватит лет, да, ну, еще на год просто стопудово. Надеюсь, что даже и до трех, а в три года, ну, я уже хочу купить, я присмотрела офигенную кровать, я вам потом как-нибудь, ну, ладно, через два года я вам обязательно дам ссылку, потому что если я дам ее раньше, то эти кровати наверняка через два года подорожают, потому что у них пойдет спрос, потому что они реально охрененные, но стоят они при этом относительно бюджета. Короче, бортики. Безопасные бортики, но самое главное, что они достаточно тонкие, и они по всему периметру кроватки. А сейчас я уже как бы не переживаю за Машу, что она там вот кнется куда-то носом, потому что она даже бывает утыкает свои плюшевые игрушки, там, например, просыпается и там переворачивается нормально. Но самое главное, что она начала высовывать ноги постоянно из вот этих вот перил. Мне нужны были бортики по всей кровати для того, чтобы, соответственно, блокировать ее ласты вот эти вот прекрасные, потому что дети вот ласты, они их вытаскивают, дальше она запутывается во сне и просыпается от того, что у нее нога застряла. Вот, поэтому бортики безопасности и будет окей. Куда без этого? Начинаем потихонечку закупаться к тому, чтобы ребенка приучить к горшку, ну, вы понимаете. Даже комментировать это не хочу, я даже не стала, знаете, покупать какие-то дорогие горшки, потому что я посмотрела, как это горшки тысяч за три, там, типа, в виде унитаза. Унитаз в виде унитаза, а на него крепится сиденье. Все, досвидули. Ну, и, соответственно, куча всего безопасного для дома. Честно, даже без понятия, что это. Дима же чего-то там набирал, сказал, что это все очень нужно. Дима у нас адепт супербезопасности дома. Была бы его возможность, мне кажется, он бы сделал реально плюшевые стены. Поэтому есть здесь стоперы для двери. Что это, я без понятия. Если вы мне поможете, я реально, а, это на окна, заглушечки на окна. Он все переживает, что она когда-нибудь растет до возраста, что-то, она может открыть окна. Наверное, это будет года через два, но пусть я будет дома, что поделаешь. Так, еще одни стоперы, еще одни уголки. А, наконец, дошли до интересных вещей. Шоколадка с соленым миндалем и с апельсинкой. И еще печенье. На самом деле, этот пакет состоял из трех частей. Просто уже часть, естественно, я разобрала, потому что первая часть приехала вообще в июне. У нас сейчас как бы август, середина на дворе. Но суть в том, что мне в июне очень нравится посуда. Потому что она относительно бюджетная. Она, самое главное, всегда в наличии. То есть она в коллекции. Я стараюсь не покупать повседневную посуду из лимитированных коллекций, потому что, ну, сами все прекрасно понимаете. Ты живешь, значит, тарелочка, вот эта мышка хвостиком, значит, махнула. Яичко разбилось. Тарелочка тоже разбилась. Все нахрен разбилось. И только ты потом сидишь, значит, как вот эта рева-корова, рыдаешь, если у тебя какие-нибудь, знаете, там, Велерой-бог, какая-нибудь эксклюзивная коллекция, не знаю, там, 2012 года. И ты сидишь и ломаешь голову, на каком же, блин, аукционе себе теперь ее выцепить. Я не такой адепт, честно вам скажу. Наверное, если бы у меня было бы в разы больше денег, наверное, я бы сразу купила все два ящика Велерой-бога. Но на данный момент я не вижу в этом смысла, тем более с маленьким ребенком. Поэтому я покупаю посуду в Икее. Мне у них нравится вполне себе качество. Единственное, что тарелки не самый сильный стандарт для шкафов. Поэтому если вы покупаете самые большие тарелки, смотрите аккуратней, потому что они могут элементарно не влезть в ваш шкафчик, который, вот эти тарелочки, которые ставятся вертикально. Но я добрала, естественно, маленькие тарелки и большие самые, и положки у нас тоже из Икеи. Поэтому я просто, когда был в машине день рождения, к нам приезжало огромное количество гостей. Я закупала с огромным количеством посуды. Также я брала в Икее стаканы, бокалы, фужеры для шампанского, частично даже рюмки. Просто потому, что я понимала, что на данный момент у меня нет серванта. И вся посуда, которую я действительно хочу искренне покупать, то есть я просто люблю на самом деле красивую посуду, но мне всегда на нее жалко финансов, потому что, на мой взгляд, красивая посуда должна быть в сохранности. Я не говорю про то, что ей не нужно пользоваться или доставать ее раз в год, но просто хотя бы купить для нее место, где она будет аккуратно храниться. На данный момент у нас это место подвал. И это как бы не самое безопасное, честно говоря, место для той посуды, которую я собираюсь в будущем когда-нибудь себе прикупить. Ну и плюс, вы сами прекрасно понимаете, что дофига трат по дому, поэтому не выпендривайся и покупай что-нибудь дешевенькое. Как моя мама говорит, знаете, труба пониже, дым пожиже. Да-да-да, запомните это выражение. Оно может вам очень много раз в жизни пригодится. Так вот, что я взяла. А, еще же мы купили стулья в Икее. Они, кстати, тоже офигенские. Если вам нужны стулья достаточно удобные, потому что я на них могу высадить даже часа полтора, для меня это вообще просто... Для меня это реально хороший показатель. Если вам нужны стулья, которые могут быть использованы и на улице, и в доме, и при этом складываться, обратите внимание, вот на эти стулья реально очень-очень удобные. На эти стулья также я покупала самые дешманские подушки. Вот у меня их здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Просто для того, чтобы, если кому-то неудобно сидеть на этих кружочках, чтобы, соответственно, смягчить поверхность. Это вообще с кухни. Как это вообще сюда попало? Я взяла деревянную подставку, потому что мои подставки чуть уже потихонечку начинают приказывать долго жить, знаете, поэтому я решила взять новую. Венчик. У меня мой венчик, вот просто плачь и смотри, со стороны, а этот вроде даже какой-то такой вот полурезиново-деревянная непонятная ручка, такой увесистый. Мне кажется, что им будет достаточно удобно что-то делать. Взяла также две прихватки достаточно. Ну, в общем, у меня просто кухня серия, поэтому черный туда подходит вообще окей. Взяла еще большую варежку, которая плотная, потому что все варежки, которые у меня есть, именно прихватки, они тонкие, соответственно, когда ты берешься за стеклянное блюдо, прямо обжигаешься, поэтому варежка для сварщика. Также самое главное, что мы купили на самом деле в Икее, это диван. Я очень долго раздумывала по поводу дивана, и мы когда жили на съемной квартире, я думала, ну вот у нас там стоял серый диван, и он мне прямо на пипец, как напоминал Икеевский. И мы купили в гостевую комнату синий такой же диван, но когда мы его собрали, мне кажется, либо у нас на той квартире, где мы раньше жили, была другая модель этого дивана, либо он так на той квартире уже просиделся, чтобы он был помягче, потому что этот диван пожестче, плюс у него не такая удобная система, как бы он угловой, естественно, с тем вот это вот разбирание. И может быть просто сейчас механизм еще не разработан. Ну, в общем, он как бы складывается, ну, скажем так, стоит приложить усилий. Там я усилий никаких не прикладываю, потому что я разбирала его, собирала легко беременная. Но у этого дивана достаточно большое спальное место, и самое главное, он достаточно твердый, но не настолько, чтобы у тебя полила спина. То есть я очень не люблю диваны, ну, уже складушки, да, то есть когда это вытаскиваешь часть, и дальше у тебя вот эти три осека, которые раскладываются вперед. Почему? Потому что они вечно скрипят. Мы-то обсуждали с подругой, потому что с нами подруга спит, мне кажется, это не в диване. Она говорит, я тебя умоляю, не бери только диван, которая, по-моему, аккордеон, что ли, называется, или как. Она говорит, это просто ужасно. И я с ней солидарна. У меня вот у мамы есть такой диван, и сколько бы раз я на нем, или кто вообще бы не спал, вечно полускрипящие какие-то пружины, вечно этот матрас слишком тонкий, ты чувствуешь каждую эту пружинку. Поэтому я всегда за вот такие вот более жесткие диваны, на них хотя бы реально меньше болит спина. Это было все вроде бы? Да, это было вроде бы все. При том, что было что-то еще, но я уже не буду вам сейчас это все приносить, потому что зачем? И так видео вышло наверняка снова долгое. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что вам было интересно заглянуть в мои покупки из Икеи. Вот, поэтому я вас всех очень сильно люблю. Все целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok